ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАН Впервые в этом году акцию поддержал и Российско-Немецкий дом Москвы. 19 февраля, в первый день проведения конкурса, состоялся телемост между Российско-Немецкими домами Москвы и Томска. В онлайн-режиме участников конкурса из обоих городов приветствовали руководитель управления по молодежной политике мэрии Томска Евгений Вагнер, главный редактор московской немецкой газеты Боинг Стулович и первый заместитель председателя МСНК Ольга Мартенс. Но если говорить вообще о всех владеющих, изучающих немецкий язык, то по статистике Министерства образования Российской Федерации это чуть меньше трех миллионов, 2 миллиона 890 с хвостиком человек, владеющих немецким языком. На мой взгляд, гордиться нечем, хотя мы на втором месте в мире, Польша нас обошла, но сравните масштабы Польши и масштабы России и сравните те цифры, которые были ранее в Советском Союзе в России, знающих немецкий язык и сегодня. Если их сравнивать, то гордиться нечем. Немецкий язык для российских немцев это даже, наверное, не лингвистическая категория, а психологическая, поэтому очень часто, когда в соцопросах есть вопрос о родном языке, многие российские немцы ставят немецкий, не зная его. То есть они его исторически воспринимают как родной язык. Но если говорить о тех этносоциологических исследованиях, которые у нас проводились, мы можем примерно говорить о количестве российских немцев, знающих немецкий язык. Оно лежит между 20 и 30 процентами от того полумиллиона, который мы имеем в Российской Федерации. Мы всегда воспринимали сообщество российских немцев как некую категорию, объединенную историческим прошлым. Но сегодня, когда мы говорим о том, что историческое прошлое все дальше и дальше, именно та категория, которая объединяла, это общая трагедия, это общие репрессии, то есть это отдаляется и со временем на передний план должна выходить другая категория, объединяющая народ. Историческое прошлое должно оставаться, но при этом идентифицировать себя в качестве российского немца можно, на мой взгляд, в ближайшее время, только зная немецкий язык. Я как немец понимаю, насколько сложно писать на иностранном языке, хотя русский тоже нелегок. И я вижу, что здесь нет компьютеров, только листы бумаги и ручки. Когда я не знаю чего-то по-немецки, то я спрашиваю Google. Достаточно часто, между прочим. Несколько вещей я вообще не понимаю. Писать ли с большой или маленькой буквы, слитно, либо раздельно. Я не знаю, а Google знает. А вы должны справиться только с этими листами бумаги и ручками. Успеха вам! Почетные участники акции отмечали особую актуальность мероприятия в год немецкого языка и литературы и ее значимость для популяризации и повышения статуса немецкого языка в России. Дата окончания акции – 21 февраля – была выбрана не случайно. В этот день празднуется Международный день родного языка, учрежденный решением Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 1999 года с целью содействия языковому разнообразию и многоязычному образованию, а также привлечения внимания к важности образования на родном языке. В Москве и Московской области участие в акции приняли 347 человек. Среди участников акции люди разных возрастов. Среди всех наилучшие результаты показали школьники. Ну, на русском диктант писать легче, потому что ты знаешь, по крайней мере, перевод всех слов. Ты знаешь, что они значат. А на немецком еще есть свои правила написания. И ты не знаешь все слова, и пишешь даже иногда слова наугад. Сложно ли было? Ну, достаточно. Я пишу первый раз, и для меня это было как новое испытание. Обен, драй, фенстер. Я нахожу идею прекрасной. И особенно прекрасной я нахожу идею совместного проведения диктанта с другими российско-немецкими домами, школами и курсами. И то, что мы вместе сделали сегодня, а именно организовали телемост в Томском, как мне кажется, было чудесным совместным опытом. Победителем в московском регионе стали ученики 6 класса Карл Виктория и Абгарян Корине и ученицы 11 класса Недошковская Виктория. Конкурс проводится с целью привлечения внимания к немецкому языку и развития культуры грамотного письма. Участвуйте в акции в следующем году. Контактная информация организаторов и итоги конкурса этого года размещены на портале russdeutsch.ru. Продолжение следует...